Продолжение следует... То есть это УЗО, это УЗО, это ДИФ-автомат. Неисправность и неработоспособность УЗО или ДИФ-автомата может привести к серьезным последствиям, так как они обеспечивают дополнительную защиту от прямого прикосновения к таковедущим частям, находящихся под напряжением. Также УЗО обеспечивает защиту от косвенного прикосновения к не таковедущим частям, которые могут оказаться под напряжением в случае какой-либо аварийной ситуации. Например, при ухудшении изоляции проводов и пробоя фазы на корпус бытового прибора. Таким образом, после монтажа УЗО или ДИФ-автомата необходимо произвести их проверку или другими словами испытать их. Согласно ПУЭ пункта 1.8.37, при приеме сдаточных испытаний УЗО и ДИФ-автоматов необходимо проверять в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя. Для проверки УЗО с помощью кнопки тест его нужно подключить к сети. Для данного видеоролика я специально собрал простенькую схему питания розетки через автомат ВА-4729 АТЕК с номиналом 16 А и УЗО ВД-163 номиналом 25 А и током уставки 30 мА. После подключения УЗО включаем автомат, включаем саму УЗО и нажимаем кнопку тест. УЗО должно отключиться. Отключилось. Давайте еще раз попробуем. Отключилось. Если УЗО не отключилось от кнопки тест, то значит оно неисправно и его необходимо заменить. Но это при условии, что вы правильно его подключили к сети. Согласно ПТП, приложение 3.28.7, проверка УЗО с помощью кнопки тест, проверку УЗО с помощью кнопки тест необходимо проводить каждый квартал. А если руководствоваться паспортом на УЗО, то и вовсе каждый месяц. Так что не пренебрегайте этими требованиями, ведь нетрудно подойти раз в месяц к щитку и понажимать кнопки тест. Пробежались по всем своим УЗО, убедились, что они находятся в исправном состоянии. Для измерения тока уставки УЗО в нашей электролаборатории имеется специальный прибор МРП-200 от компании Санель. Приобрели МРП-200 мы еще в 2004 году. И он служит нам верой и правдой уже более 10 лет. Каждый год мы его сдаем в поверку, в местное отделение Ростеста. И он ее успешно проходит, то есть нареканий к прибору нет. В комплекте с прибором идут комплект двух щупов с острым зонным типа банан и кабель со специальной сетевой вилкой Унишука. То есть эта вилочка, это соединительный разъем с прибором. Для моего примера мне более удобнее использовать сетевую вилку. Щупы в основном мы используем только при проверке снятых УЗО или проведении других измерений, потому как прибор МРП-200 не ограничивается только проверкой УЗО. Но об этом я расскажу вам в следующих своих публиках. Итак, соединяем разъем вилки с прибором МРП-200. Соединил. Затем включаем вилку в нашу розетку. Здесь хочу заметить, что при подключении не обязательно соблюдать полярность. То есть не обязательно знать, где у вас фаза или ноль в розетке. Включаем прибор. Поворотный переключатель режимов работы прибора устанавливаем на функцию измерения тока отключения. В нашем примере УЗО ВД-163 имеет тип АС. То есть срабатывает оно при возникновении переменного тока утечки. Является данное УЗО не селективным и имеет номинальный дифференциальный ток 30 мА. Эти параметры указываются непосредственно на лицевой стороне УЗО. То есть вот. Это синусоида обозначает, что это тип АС. Номинальный дифференциальный ток УЗО 30 мА. Теперь выбираем характеристику нашего УЗО. Вот с помощью вот этой кнопочки. Видите сколько разных. Тип А, тип АС, тип Б. Вот. Выбрали тип АС. Теперь нам нужно выбрать уставку УЗО. То есть 100 мА, 300 мА, 500 мА, 10 мА, 30 мА. Готово. Нажимаем кнопку старт. На экране появляется значение сопротивления заземления. Но в рамках данного видеоролика нас это не интересует. Поэтому нажимаем старт второй раз. И смотрим. УЗО отключилось. Ток отключения УЗО составляет 23,9 мА. Давайте еще раз попробуем. Взводим УЗО. Нажимаем кнопку старт. УЗО отключилось. Показание 23,9 мА. Попробуем изменить начальную фазу амплитуды переменного напряжения. В данный момент синусоиды у нас начинаются с 0 градусов. А мы попробуем установить со 180. Взводим УЗО. Нажимаем кнопку старт. Еще раз. УЗО отключилось. Ток отключения УЗО составляет 23,9 мА. Как видите, измеренное значение получилось чуть ниже 30 мА. И это абсолютно правильно. Так как согласно ГОСТа и руководству по эксплуатации, номинальный не отключающий дифференциальный ток УЗО должен быть не меньше 0,5 от номинального тока уставки. То есть, прибор сам еще отключается. Кстати, хорошее такое достоинство. Провел измерение, вложил в сторону, забыл выключить. Он автоматически через какое-то определенное время отключается. И тем самым экономит заряд элементов питания. Для нашего УЗО измеренное значение не должно быть ниже 15 мА. У нас в данном случае получилось 23,9 мА, что удовлетворяет перечисленным требованиям. Для занесения измеренных показаний в память прибора нужно нажать кнопку. Вот эту кнопочку. Выбираем нужную чайку с помощью вот этих кнопочек. Видите, ячейка номер 1 занята, ячейка номер 2 занята, ячейка номер 3 пустая. Еще раз нажимаем эту кнопку и заносим наши показания в ячейку памяти номер 3. Всего в прибор можно занести около 400 комплектов результатов измерения. Чтобы просмотреть все показания из памяти, переключатель ставим в режим memory. И вот поочередно идем, ячейка номер 1, одно показание, вторая ячейка, третья и так далее. Хочу обратить внимание на то, что точность измерений зависит от существующей в цепи фоновой утечки. Поэтому при измерении тока УЗО на розетках с помощью вилки, специальной вилки, как в нашем случае, показания фоновой утечки будут влиять на результат измерения тока УЗО в сторону его увеличения. Поэтому если изначально измерить ток отключения УЗО на розетке, а потом непосредственно на зажимах при отключенных проводах нагрузки, то разница в показаниях и будет равна фоновой утечке. Таким образом мы можем определить фоновую утечку в той или иной линии электропроводки. После измерения фактического отключающего дифференциального тока, необходимо измерить время срабатывания УЗО на уставках 1, 2 и 5 кратных от номинального тока уставки УЗО. В паспорте указаны время токовые характеристики УЗО ВД-1.63 при 1, 2 и 5 кратных значениях от номинального тока утечки. Вот эта табличка. Подобная таблица с минимальными и максимальными значениями времени отключения УЗО также имеется в ГОСТ Р.51326.1 в пункте 5.3.12. Вот эта табличка. Вот мы сейчас и проверим наше УЗО согласно заявленным характеристикам завода-изготовителя и требованиям настоящего ГОСТа. Так, ставим поворотный переключатель на режим единичка. Так, вводим УЗО. Нажимаем старт. А, надо включить начальнику. Нажимаем старт. Ну здесь на дисплее появится напряжение, значение напряжения прикосновения. Поэтому нажимаем второй раз. УЗО отключилось. Время его отключения составило 43 миллисекунды. Согласно паспорта, максимальное время отключения УЗО при однократном токе, то есть при токе 30 миллиампер, не должно превышать 0.3 секунды. У нас получилось время 43 миллисекунд или 0.043 секунды. То есть это удовлетворяет требованиям ГОСТа и паспорта. Аналогично делаем замер, только при двукратном токе. Переключатель выставляем на положение 2. Взводим УЗО. Нажимаем кнопку старт. Минутку. Нажимаем кнопку старт, повторный. Получается, что при токе, при двукратном токе, УЗО отключается за время 21 миллисекунда. Согласно паспорта, 21 миллисекунда или 0.021 секунда. По паспорту максимальное время отключения УЗО не должно превышать 0.15 секунд. То есть уложились. Аналогично делаем измерение времени только при 5-кратном токе. Переключатель я поставил на 5-кратный ток. Взводим УЗО. Нажимаем кнопку старт. Так, еще раз. УЗО отключилось. Время отключения составляет 20 миллисекунд. Или 0.02. То есть 0.02 секунды. Максимальное время отключения УЗО при 5-кратном токе утечки не должно превышать 0.04. То есть он у нас составляет 0.02. По результатам проведенной проверки можно сделать заключение о том, что данное испытуемое УЗО исправно и годно к эксплуатации. Периодичность проведения проверок УЗО на предприятиях утверждает его технический руководитель. Срок периодичности на нашем предприятии составляет 1 раз в 2 года. Естественно, что проверку с помощью кнопки тест нужно осуществлять каждый месяц. Об этом я уже вам говорил. Для наглядности я проведу еще проверку нескольких УЗО. 2 УЗО у меня ЕКОВСКИЕ ВД-1-63 на ток 16 А и 30 мА. Так, одно УЗО у меня есть ВД-1-63 от ТДН с таким же номиналом. И еще я проверю дифференциальный автомат АВДТ-32, 16 А, с током 30 мА. Итак, я установил УЗО 16 А, 30 мА от ЕКОВСКИЕ ВД-1-63. Так, проверяем кнопку теста. Работает. Работает. Отключается. Теперь вставляем вилку. Включаем прибор. Ставим переключатель на ток. Так, старт нажимаем. 22,4 мА. Еще раз. Так. Время при однократном токе. 34 мс. Еще раз. 34 мс. Дописали. При двукратном токе. 16 мс. Еще раз. 16 мс. 16 мс. Установил второе УЗО с аналогичными параметрами. 16 А, 30 мм. Проверяем кнопку тест. Отключается. 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 Отключаем прибор. Измеряем ток. 22,4 мс. Еще раз. 22,4 мс. 22,4 мс. Измеряем время при однократном токе. 21,4 мс. 21,4 мс. 10,5 мс. 24,4 мс. 21,5 мс. 2,000 мс. awsом. 21,5 мс. 6 миллисекунд еще раз 6 миллисекунд запишем так ну из пятикратный остался 5 миллисекунд 5 миллисекунд так давайте следующий проверим узор в д 163 16 ампер 30 миллиампер вот тдм и так я его установил включаем его и в первую очередь проверяем кнопку тест работает еще раз работает подключаем прибор так заводим узор выставляем ток для измерения 26 и 7 еще раз попробуем 26 и 7 пока это самое большее значение из проверенных сегодня мной узор так измерим время 30 миллисекунд 30 миллисекунд так приду кратном токе запишем 30 10 миллисекунд 10 миллисекунд так пятикратный ток 9 миллисекунд 9 миллисекунд еще раз 9 миллисекунд УЗУ исправно и годно к дальнейшей эксплуатации заб�я kom university хочуинг diver автомат первая проверка кнопка тест кнопка тест работает работает устройство В отличие от предыдущих УЗО, данный дифавтомат имеет тип А. То есть нам нужно на приборе выставить характеристику А. Выставили, включили и нажимаем. Проверку дифавтомата я проводил на переменную составляющую. Если проводить на постоянную составляющую или комбинированную, то почему-то у меня прибор не показывает значения. Хотя дифавтомат отключается. Поэтому я замер проводил аналогично при той же характеристике. 23,9 мА. 23,9 мА. Так, измеряем время. 18 миллисекунд. Еще раз. Так, время при двукратном токе. 17 миллисекунд. Еще раз. 17 миллисекунд. Так, при пятикратном токе. 16. 16 миллисекунд. В общем, провел я проверку УЗО и дифавтоматов фирмы ЭЭК и ТДМ. Они ее успешно прошли. 16. 16. 17. 18. 18. 19. УЗО и дифава. УЗО и дифава. 21. 20. 20. 20. 20.